шах и мат все мы знаем про черные методы продвижения более того мы на нашем канале постоянно рассказываем только про белые методы продвижения но какие же существуют другие методы продвижения про которые вероятно вы бы хотели знать да не все в мире как говорится как в шахматах черное и белое да то есть не белые ходят первыми и выигрывают как говорят в шахматах да но и есть тоже определенное правило которое является своеобразным нарушением правилам но это тоже игра по правилам вы можете играть не по правилам занимаясь черными методами продвижения можете как говорится пробовать выиграть белыми методами но есть так называемые серые методы продвижения про которых мало кто знает и а если и знают то не подозревают что они серые и так я постараюсь разобрать в этом видео все варианты серого метода продвижения которые существуют первый способ серого метода продвижения заключается в том что можно найти статью которая короткая и удлинить ее например если это проводить регулярно на вашем сайте то однозначно контент будет постоянно обновляться и этот серый метод реально работает потому что формально вы можете добавить просто туда несколько дополнительных абзацев таким образом самый простой вариант находим контент который нужно обновить освежить сортируем их по дате по длине контента и удлиняем его здесь нам поможет наша утилита которая сейчас постоянно разрабатывается новый функционал мы в нее добавляем и конечно же следующий функционал который я ее добавлю это сортировка страниц по длине контента и это будет очень полезно запихиваем наш сайт мы здесь анализируем сайт study.ru который приходил к нам на вебинар и конечно же мы берем нас интересуют только статьи с низким баллом по тексту то есть который достаточно короткий ну и конечно же мы можем выбрать сразу раскрыть все статьи то есть мы можем развернуть все рекомендации и смотреть все статьи и смотрим есть статьи с длиной 700 слов 600 слов есть 800 слов встречается 850 591 532 и вот это кандидаты на переписывание возможно вот эту статью я бы расширил она вроде бы выглядит большой но она небольшая ел же переработать и расширить и таким образом она обновится в индексе она будет более полная и она вырастет все это тот метод который мы рекомендуем делать как бы но он является формально серым потому что вы можете там просто добавить дополнительных пару кейсов пару примеров пара абзацев вы не переписывайте статью целиком но этот трюк серого сел реально работает и его рекомендуют находите страницы у которых маленький контент и расширяете их расширяйте до 1000 слов старайтесь вылавливать все что меньше тысячи слов и расширяйте ставите план вашему контент мейкеру чтобы он занимался расширением контента и это мой совет номер один по серому seo продвижения ищем старые статьи выбираем статьи по короткой длине и расширяем их и делаем это регулярно если вы планируете покупать брошенные домены например в буржнете да то вбиваете так запрос bike spirit domain находите сервисы которых продают и конечно же видите ряд сервисов где их продают я перешел по нескольким но нашел самый классный он называется expired domains.net и этот сервис позволяет искать домены непосредственно по ключевым словам то есть он выглядит вот так мы переходим в dropped domains и конечно же мы используем show filter и выбираем собственно по тем метрикам которые нам нужны давайте с минимумом 50 ссылок которые начинаются со словом seo почему бы и нет вот пожалуйста целый вагон сайтов которые можно купить seo boot seo сервис любой сервис возможно чем-то был интересен что это был за сайт всегда можно зайти в веб-архив и конечно же там его посмотреть веб-архив мы помним полезный сервис в котором можно подсматривать и чужой контент забирать находить интересные вариации контента но seo boot это один из способов его воскресить смотрите он жил довольно недавно можно посмотреть допустим этот seo boot находился вот в августе и есть его снэпшотик можно сейчас посмотреть и решить стоит покупка этого сайта или нет как мы видим его уже переделывали и сайт немножко не очень вот на самом деле проверять обязательно нужно сайты допустим seo url точка нет такой интересный сайт давайте мы его проверим и на самом деле таким образом мы рано или поздно можно найти интересные домены с хорошими показателями с хорошим контентом и посмотреть что же это были за сайты ups он уже был под редиректом его уже бросили посмотрим что он был в прошлом за сайт или посмотрим параллельно другой ресурс seo global tech вот такой вот ресурсик он продается продавался и продается и теперь был брошен собственно ничего на нем интересного нет ничего мы не можем вывести так что давайте попробуем найти все таки сайт почему же ты не хочешь нам искать сайт seo global . давай на единым его ну хотя бы давай до 18 бы наша цель понять что же это был за ресурс на самом деле это довольно мутная и долгая работа поиск понять что это был за ресурс в прошлом для того чтобы сопоставить что с ними делать в будущем но как мы видим до белого даже какая-то seo компания которая занималась какими-то услугами и наверное на нее даже есть какие-то внешние ссылки собственно мы сейчас это конечно же проверим и посмотрим вот внешние ссылочки нужно просматривать конечно же в таком сервисе как of apps и мы это сделаем посмотрим что на него осталось кто на него ссылается на текущий момент как говорится на сайт довольно таки много ссылок есть довольно таки с хорошим домен рейтингом с хорошим урал рейтингом поэтому в принципе купить этот сайт сейчас и редирект на себя на англоязычный допустим seo проект почему бы и нет было одно агентство стало другим она типа отказалась от своих услуг и при адресовалась на другое агентство и теперь собственно дает ему вес вполне себе логично поэтому покупка дропов это нормальное явление и конечно же это то что вы можете использовать для собственно продвижения своего сайта и если советовать какие сайты покупать в этой серой методики я могу одно сказать не река не рекомендую покупать сразу много если берете то берите небольшими порциями можете даже выстраивать цепочечные редиректы один на другой другой на 3 собственно как рассказывал михаил шакен в недавнем вебинаре который у нас проходил но старайтесь сделать так чтобы не было заметно что редирект в итоге идет ну сразу все редиректы домены на один делайте это постепенно это серая методика которая актуальна даже 2020 год до сих пор и мы лично этой методикой избегаем но мы видим как другие пользоваться и обычно санкций не отхватывают следующий метод третий получается у нас метод серого продвижения сайтов это создание частной сети блогов или так называемый private block network или как мы это говорим pbn pbn на самом деле можно в рунете купить где угодно на самом деле это очень легко и мы сейчас убедимся что рынок пбн популярен не только за рубежом но и в рунете для того чтобы найти сетки пбн мы вбьем в google просто запрос купить пбн и увидим что реклама завалена мы видим множество рекламных предложений которые есть по продаже и гайды и инструкции даже как они создают и вот ряд сайтов которые мы можем посмотреть и собственно мы видим что пбн кипра разные ресурсы некоторыми ресурсами мы даже знакомы вот собственно сервис link stream и его руководитель проходить проводить 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 проводила у нас в вебинары и по вопросам создания пбн сеток можно кстати задать вопросы в комментариях более детально и на самом деле ключевые особенности создания пбн сеток само собой это собственно искать те самые тематические дропы как они собственно восстановление сайтов и работа над ссылочной массой обновление уникальной уникализация контента обеспечение безопасности чтоб сеть не было спалено то есть условно говоря чтобы ее не могли даже банально взломать и дает банально чтобы google поисковики не склеил и передача собственно доступов к этим созданным сеткам тому кто ее заказал ну и пбн сетки как говорится годятся для многих вещей потому что это во первых те ссылки как вы можете с ней делать ссылки на себя потому что это ваши сайты они на вас ссылку сделать как только по вашему велению во вторых собственно вы сами занимаетесь их развитием восстановленную сеть сайту можно обновлять контентом добавлять что-то новенькое она может даже давать вам определенную долю заработка и заработок может быть довольно таки существенным за счет заработка даже банально на рекламе или банальной лиды генерации то есть пбн могут пригодиться для множества вещей и не только банально для какой-нибудь там перепродажи трафика там арбитража трафика то есть они годятся для многих вещей и это серая методика потому что поисковики не очень любят когда создаются сайты для манипуляций выдачи а фактически они манипулируют выдачи и формально они попадают как говорится под нарушение поисковой системы но конкретно метода борьбы поисковой системы против пбн сеток кроме как вычислить и исключить из индексации у них нет и если вы обезопасите свою свою как говорится контентную сеть тем что будете грамотно выстраивать внешние ссылки с них на себя и грамотно них обновлять контент и не будет связи между этими соцсетями друг между другом то конечно этот метод остается для поисковиков как говорится недоступным для анализа и при всех их технических возможностях распознать что эта пбн сетка принадлежит конкретному владельцу не всегда есть возможным вот средние стоимости как говорится создание сайтов то есть можно посмотреть что как говорится один сайт обходится за 150 долларов то есть 10 сайтов полторы тысячи долларов то есть принципе такой принципе рентабельный бизнес вопрос ли что входит из вышеперечисленного в эту стоимость это уже другой вопрос вопросы задавать тем кто эти сайты продает и на самом деле тут можно разные варианты формировать заказа где-то цены написаны где-то нет но я могу одно сказать метод серый на свой страх и риск довольно таки дорогое удовольствие и я в своем ролике про пбн более детально сказал кому он действительно нужен если у вас молодой сайт я бы не советовал бы начинать свое продвижение с пбн если конечно какой-то крупным говорится магнат и вы уже все несколько лет и все хорошие ссылки по белому методу перебрали уже два два года по белому двигаетесь и уперлись тупик можете рассмотреть но сразу говорю на свой страх и риск следующий четвертый метод серого продвижения который я бы рассмотрел это оптимизация ключевых слов да вы знаете что перенасыщение ключевых слов по факту может привести к падению позиции потому что поисковики борются всевозможными фильтрами по поиску некачественно оптимизированы под ключевые слова контента мы помним что выходил майский апдейт который в гугле активненько так прошелся добил всех кто баловался сайтами которые говорится злоупотребляли сеошными трюками в яндексе есть баден-баден который добил фильтр переоптимизации до логического конца и избавил как говорится большинство выдачи от мусорно заполненных страниц но не все как говорится не настолько не универсальный более того хорошие страницы которые написаны с минимализацией ключевых слов то есть которые написаны для людей все равно хочется чтобы ранжировались лучше вот хочется чтобы он ранжировался по этому запросу и поэтому используется техника по поиску этих страниц и конечно же улучшению в них ключевых запросов как это сделать я очень попрост просто расскажу в первую очередь скормите в списке страниц которые вы анализируете в наш тул ссылочку на ту конечно же оставлю в описании это аудит сайта мы снова смотрим сайт study.ru и смотрим какие ключевые слова он выдает мы анализируем соотношение тайтла к тексту который написан и можем перейти на конкретную страницу и посмотреть что собственно о чем эта статья под какие ключевые слова она заточена и мы можем посмотреть и правильно ли выбраны были ключевые слова для этой статьи и как они используются в контенте соответственно если вы правильно заточили тайтл проверьте как часто в контенте встречаются выбранные вами ключевые слова наш тул с удовольствием разберет ваш тайтл на ключевые слова и проверит плотность вхождения ключевых слов и сделает это массово для всех страниц поэтому грамотно подобранный тайтл сравните с ключевыми словами и проверьте результат конечно же вы можете сказать что тул не делает то что нужно по типа не проверять плотность ключевых слов но тула задача подобрать правильный тайтл но его можно использовать для того чтобы сразу проверить под подобранный тайтл грамотно ли написан контент и мы смотрим не только на длину контента но и какие слова встречаются ну и конечно же мы можем посмотреть какие слова встречаются по-английски то есть встречается ли вообще слово английский давно встречать всего лишь два раза английский встречается два раза это конечно не очень хороший вариант поэтому нужно работать над контентом и улучшать его позиции то есть на самом деле инструмент позволит сразу проверить какие слова с заголовками соответствует и совместить их между собой вот например мифы об изучении английского миф использован 10 раз изучение 5 раз английский 13 раз это классно то есть вот это стресс статья довольно таки неплохо заточено под свой соответствующий заголовок ну и конечно же вы можете доработать description доработать другие фрагменты текста чтобы они играли вокруг семантики и в этом плане очень удобно можно увидеть какие еще слова подтягиваются тул на самом деле развивается он скоро будет подтягивать данные из вашего google вебмастера сравнивать поисковые запросы и рекомендовать слова которые вы не учли в контенте благодаря поисковым запросам так что если вам тул нравится регистрируйтесь пользуйтесь ним чем чаще вы не пользуетесь тем быстрее он будет развиваться поэтому как говорится оптимизация контента под ключевые слова это то что я рекомендую использовать после этой серой как казалось оказывается методики seo продвижения следующая серая методика которая на самом деле формально кажется вроде бы белой но является серой это так называемый сабмитинг ссылок в ваших на специальные соцсети пока создание закладок в соцсетях и конечно же создание закладок на сервисах регистрации мероприятий вы подумаете николай а что это такое на самом деле вы можете проводить регулярно какие-то мероприятия допустим вебинар например или конференции онлайн которые на самом деле не требуют каких-либо сложных финансовых затрат на создание вебинара я писал большую статью и даже снимал видео как создать вебинар и я рекомендую обязательно ознакомиться с этими материалами и на самом деле создание вебинаров сопряжено с размещением ссылок вы не поверите но очень много ссылок можно сделать даже на один вебинар например мы регулярно проводим вебинары на нашем канале seo quick каждый четверг выходит новый вебинар и каждый вебинар мы конечно же сабмитим на сервисы которые размещают такого рода мероприятия спарсить эти сервисы мне не составило большого труда я просто прошелся по конкурентам кто тоже размещает вебинары посмотрел еще где еще можно разместиться кто размещает подобные события и в итоге сформировал универсальный список по которому мой контент-мейкер ходит и размещает события как только она выходит как только у нас появляется анонс следующего вебинара он автоматически появляется на всех этих сервисов потому что он тут добавляется вручную и этот список вот можно даже посмотреть и в основном вы увидите что все ссылочки ноуфоллоу но они дают трафик люди с этих сервисов приходят и самое забавное что эти ссылочки потом реально передают вес потому что некоторые вебинары даже на сайте начинают ранжироваться лучше чем они ранжируются на самом ютубе и да метод очень банальный и простой даже ссылки с телеграма индексируются и видны обратите внимание каналы телеграма имеются имеют индексируемые ссылки и все вебинары которые мы выводили вот их можно посмотреть сейчас они есть просто в ахребсе и довольно такие ссылки с которых они есть довольно высокий рейтинг и если перейти на любую из этих ссылок вы увидите что они примерно все однотипные если вы посмотрите каждую из них одни однотипные в плане потому что они размещаются на сайтах которые садмитят события и для того чтобы их залить просто нужно подготовить контент который будет заливаться подготовить картинки которые есть и добавить на самом деле не требуется никаких сложных усилий и мы занимаемся тем что делаем это на регулярной основе получаем ссылочки оттуда и таким образом вес этих ссылок достаточно такой как бы размазан но они идут все примерно с одних и тех же доменов но они дают хороший результат они дают трафики дают переходы другой вид ссылок который можно вылавливать это можно брать ссылочки с фейсбука с пинтереста с пинтереста хорошо работают линки и ваша цель у этих ссылочек чтобы они конечно же давали трафик больше показа больше будет переходов переходы на сайт дают сами понимаете поединический фактор и вы растете метод серый потому что формально то вы не создаете полезный контент полезные ссылки причем польза того что я просто засобмитил события и делаю это на регулярной основе вроде бы уведомляю но можно email рассылкой зачем плодить кучу ссылок так что по факту метод по-своему серый потому что сабмитится постоянно одно и то же на всех сайтах что-то вроде досок объявлений следующий метод который называется условно серым это размещение сайтов в каталогах и так называемых веб-директориях на самом деле да он серый и многие каталоги по которым добавляется сайт они всегда являются трафиками и вообще на них могут не заходить люди но добавление сайта в эти каталоги положительно в все равно сказывается на продвижении даже если там реально почти нет трафика и на вашу карточку товаров туда никто в жизни не зайдет да на самом деле вы говорите николай а зачем мне регать на этих 40 каталогов давайте в первых четырех да можно первых четырех но почему-то ваши конкуренты есть и в этих первых сорока и у них все прекрасно а вот вы есть первых четырех и у вас все не очень да это серый метод он реально до сих пор работает в 2020 году на текущем этом до сих пор работает и чувствую будет работать дальше потому что от этих каталогов никто не избавляется они сидят себе в индексе они есть топ-10 выдачи и конечно же мы об этом сейчас убедимся для того чтобы собрать эти каталоги можно использовать либо поисковые запросы например справочник с вот я взял стоматологии фирм или предприятий или же воспользуются любым вот наши утилиты которые занимаются тем что ищет блоги и каталоги блок каталог серс она такая утилитка одна из наших которые ищут каталоги предприятий справочники и тому подобное то есть если мы зайдем там там выберем там справочник и поищем вот справочники это справочник стоматолога форма к стоматология во львове вот например в принципе вот можно по находить много разных сайтов и конечно же что можно сделать их нужно где-то сохранить чтобы их сохранить она у меня есть для этих целей соответствующий плагин который сохраняет выдачу и эту выдачу мы конечно же копируем закидываем в excel и уже в excel и работаем уже с той выдачей которую мы стащили первый метод и второй метод работает в принципе одинаково то есть либо ручками я задаю конкретный запрос либо через утилиту просто вбиваю ключ и колацию по запросу и сохраняю результат затем задача просто его говорится почистить и дальше уже отдавать на вашему специалисту который будет заниматься регистрацией на регистрацию нужно для регистрации подготовить конечно же своеобразный бриф этому сотруднику то есть ему нужно чтобы у него был email на который регать телефоны которые указывают юридические физические адреса которые указывают название компании указывать описание компании логотип фотографии это все нужно собрать добавить потому что ему нужно будет просто всю эту одинаковую информацию разместить на всех сайтах вот вот собственно мы сняли все эти сайты теперь надо их собственно отранжировать но и отранжировать и отсортировать сортировать нужно конечно же это все прямо вот прямо вот как вы видите вот в работе то есть нужно справочник сортировать искать нужные странички ручками перебирать мусор оставлять только те каталоги предприятий которые существуют искать можно по категории искать можно по конкуренту допустим где конкурент размещен и добавится в запрос справочник фирм таким образом собрать все эти домины сразу найти куда регаться и регистрироваться собственно метод очень простой мы это делаем всем клиентам и действительно это работает кому мы не делали реально у них были ситуация с ростом похуже в первые два месяца добавление сайта в эти директории мы рекомендуем просто как пункт номер один для раскрутки хоть метод и серый следующий серый метод продвижения является конечно же множественные социальные аккаунты вы подумаете вроде это устарело нет не устарело люди до сих пор ведутся и поисковые системы до сих пор на это ведутся когда у вас есть множество сетевых аккаунтов социальных аккаунтов с которыми ведется постоянный диалог и общение оптимальный вариант конечно если это сотрудники но можно пойти дальше и привлечь просто через какие-то либо бирже людей которые будут обсуждать комментировать и делать ссылки на ваши публикации как же это сделать очень просто представьте себе что у вас есть youtube канал отличного вы с ним работаете и он вроде бы дает им каких-то подписчиков и вы пытаетесь привлечь новую аудиторию для того чтобы говорится они приходили к на канал смотрели комментировали обсуждали вы можете от имени канала ходить на другие каналы и конечно же делать эту работу сделать это действительно очень просто я сейчас попросту покажу как это легко смотрите когда вы заходите в youtube канал вы должны четко выбрать свой канал здесь соответственно зайдите на любое видео и просто посмотрите вот например сейчас мы выключим рекламу чтобы она нам не мешала да и дождемся когда реклама закончится и перейдем на ролик и конечно же наша цель изучить о чем он как это сделать мы берем смотрим расшифровку видео если она есть если ее нет изучаем комментарии которые заданы вот и мы видим что тема ролика сколько платит тут ошибка youtube за миллион просмотров заработок в интернете ну и конечно же да там и задаем вопрос а как зарабатывать если у каждого стоит отблок и там типа мы например на своем канале вообще отказались от монетизации чем-то делается не упоминаю что у нас есть свой канал а во вторых я говорю задаю интересный вопрос более того я забыл еще зачем важно я должен поблагодарить стаса бойкова за отличное видео и отправляем комментарий он отправляется от нашего канала его скорее всего могут не заметить но если эту работу проводить масса то эти комментарии будут идти по всем топовым роликам и конечно же рано или поздно их будут замечать люди будут переходить на канал и смотреть а кто ты такой увидят чем вы занимаетесь и конечно же будут на вас подписываться но если вы не озаботитесь о том что вас будет на канале хороший контент вся эта стратегия на смарку поэтому это белый метод раскрутки youtube канала а как же сделать еще можно создать множество аккаунтов которые будут говорить что на канале seo quick обсуждали это на канале seo quick обсуждали то и ходить так массово допустим под вот этот комментарий который есть можно зайти массово всеми соц сетями которые существуют и накидать лайков чтобы этот коммент апнулся а для того чтобы он апнулся нужно всего лишь два три четыре лайка и конечно же его заметит сам стас быков и ответит на него а раз он на него ответит дискуссия может продлиться поэтому множественное количество аккаунтов однозначно работает для того чтобы во-первых бустануть его по лайкам этот комментарий и во-вторых конечно поможет создать уже видимую дискуссию между этими людьми и 10-15 youtube аккаунтов однозначно решат проблему ну как говорится нет заметно заметит ли ваши комментарии или нет поэтому серый метод раскрутки допустим вашего проекта через youtube канал однозначно это множественное создание аккаунтов более того рано или поздно они могут какие-то ваши сайты обсуждать в комментариях а я читал там-то а я читал там-то читал там-то создавая дискуссию между собой 5-6 постов 7 ссылка 5-6 постов 7 ссылка если эту стратегию поставить на поток весь youtube будет заполнен упоминанием вашего сайта и таким образом вы получите заветный трафик следующий серый метод продвижения это конечно же накрутка отзывов да отзывы можно накручивать по-разному как мы знаем всегда можно сделать накрутку рейтингом на ваших статьях пройтись программистом что он везде влупил рандомное количество звездочек в разделе допустим 80 процентов 4 там пятерок и там 20 процентов четверок ну полном рандоме накидал по всем вашим статьям на сайте и таким образом сделал чтобы их было более 200 отлично сайт вышел у него уже там кучу кучу этих звездочек рейтинга которые делаются а-ля по клику но он сделан программно второй вариант конечно же можно прикрутить плагины социальных комментариев и накидать кучу комментов накидать кучу лайков и сказать какие вы классные да можно заказать отзывы на том же vmail.ru тоже написать кучу классных отзывов какие классные либо пойти дальше пойти на всесторонние площадки на тех на которых например мы регулись в предыдущий раз и тоже там по 6 по 8 холебных отзывов с минимум накидать на каждую из них и еще сделать ответы от компании что типа благодарим вас какие вы классные накидать для вида парочку негатива ну так чтобы это выглядело нормально зачем это нужно я на самом деле рассматривал в статье продвижения медицинских сайтов я думаю что статья к этому времени уже появится у нас на блоге и ссылочку я опубликую в подвале этого сайта то есть подвале ролика то есть в описании ролика и я смотрел что от негативные отзывы только негативные отзывы негативно влияют на продвижение вашего бренда но если среди они тонут среди большинства положительных отзывов один-два негативных отзывы вообще никак не влияют на ранжирование и серая методика в добавлении положительных отзывов к негативным работает безотказно даже 2020 году вопрос только как сделать так чтобы они выглядели не слащаво чтобы они выглядели максимально естественно и чтобы они выглядели вроде бы как от реальных людей здесь подойдет действительно заказ отзывов от профилей которые уже на этой площадке работают например те кто уже накручивает профиль можно сразу поставить задачу на том же в млру чтобы отзыв принимался только у человека у которого уже есть 15 отзывов на этой площадке окей отлично пускай он сделал 15 отзывов 16 и будет отлично и принимайте такие заявки платите там там по пол доллара по доллару по 20 центов за такой отзыв я думаю вы договоритесь о сумме уже на самой площадке данного млру нужно платить через вмз собственно так и называется webmoney mailroom вот и поэтому если вы хотите заняться отзывами это нужно заниматься системно нужно во-первых перемешивать реальные отзывы клиентов с такими отзывами купленные отзывы однозначно нужно чтобы шли на всесторонние площадки а на крупные площадки типа google мой бизнес там яндекс карты конечно же видите реальных клиентов пускай там реальные клиенты оставляют отзывы а все остальные пускай будут забиты отзывами которые вы накрутили серыми тут как конечно серые тоже нереальные люди работы работают люди ведутся поисковики и ничего не видят работает реально работает пробовали ли мы честно нет серые на серых площадках мы не заказывали отзывы все отзывы у нас в основном были на бирже фл рука понятно что они делались там уже напрямую после заказа и конечно же все отзывы которые там делались довольными людьми которые оставляли да там отлично все понравилось работали то есть собственно мы мотивировали раз нравится оставьте отзыв очень важно если вы с какому-то клиенту что-то сдали какую-то работу продали товар попросить его оставить отзыв ну я уверен что 20 процентов из тех кому вы продали отзыва ставят от вас если вы продаете допустим 100 товаров это значит вы получите 20 отзывов это неплохо 100 товаров в месяц продали 20 отзывов получили идеальное сочетание поэтому отзывы я уверен что большинство случаев все равно будет положительный иначе бы ваш бизнес уже закрылся девятым методом серого продвижения я бы назвал некропостинг или ну я так его называют методику или поиск контента строки стать страниц которые были удалены но которые допустим имели высокие позиции и восстановление их через веб-архив и заливки контента на ваш сайт вы удивитесь метод работает и работает безотказно я на самом деле таким образом поднял одну статью в топ просто потому что я восстановил контент который был удален и взял его и залил себе и получил себе трафик на свой личный блог это на самом деле было сделано попросту через веб-архив я нашел нужную статью которая была удалена нашел и добавил веб-архив скачал просто текст из веб-архива и особо не мучился и добавил на свой личный сайт добавив верстку заголовки все как положено как только я это сделал я собственно вышел в топ это та самая статья которой я показывал в прошлом видео эта статья про клабр следующий метод выстраивания ссылок я сказал последний десятый метод он на грани между белым и черным собственно о чем наше сегодня видео о серых методах да привет гэндальф серый рано или поздно ты станешь гэндальфом белым покажись это конечно же ссылки сайтов веб 2.0 и какие же это сайты существуют формально это википедия формально ну как бы она я подсказал не веб 2.0 формально это обычный сайт обычная энциклопедия на ссылки с википедии являются серыми ссылками потому что теми способами которые они добываются является действительно серыми вы договорились с автором там рассчитывайте с ним предлагаете контент который хотите добавить он добавляет нужный абзац и добавляет ссылочку как а-ля на первоисточник почему он заметил на вас и никого то другого вы постарались создали контент и договорились получили ссылочку с википедии более того можно находить википедии в которых очень плохая модерация например украинской википедии отвратительная модерация вы можете туда писать чуть ли все что угодно и истории про украинскую википедию ходят среди множества блогеров особенно среди там всяких политических которые говорят что там творится черте что ну да вот украинская википедия она грешит действительно тем что там модерация не такая жесткая но и русская википедия грешит тем же самым в англоязычной википедии с этим чуть сложнее но из-за обилия большого страниц из-за отсутствия страниц которые можно написать можно в принципе в своей нише найти страницы которые нет и получить ссылочку оттуда Второй метод, как говорится, сервопродвижения это Quora Reddit, где вы постите без конца кучу статей, вот в Quora в частности с этим хорошо работает, Reddit чуть не настолько классно, но отлично дает свои результаты Quora для того, чтобы генерировать контент, с которого вы делаете ссылочки. Ссылочки делаете с целью получения трафика, пишите трафиковые статьи на злободневную тематику и получаете линки. Или вы же поднимаете свой блог на Medium, ну или тот же WordPress.com, который имеется в виду, Blogger.com сайт, который ранжируется чуть хуже чем WordPress.com, ну и конечно же можно брать такие сайты как в Runete.jg и liveinternet.ru. В этих сайтах можно тоже поднимать свои личные блоги, писать все что хотите, что туда писать, любой текст который вам не понравился призы от копирайтера, вот вам написал копирайтер текст, он вам не нравится, не выбрасывать же его, вот с копирайтером рассчитались, пусть даже с копирайтером перестали сотрудничать, текст забрали, взяли его на эту площадку закинули. То есть ерунда вам на своем сайте не нужна, а на эти сайты свои, на свои сайты закидываете. Постите 5 постов, 6 ссылочкой, 5 постов, 6 ссылочкой и таким образом получаете серые ссылочки из сайта Web 2.0. Собственно простейший метод, который работает, когда сайт достаточно большой, контента генерируется много и не весь контент проходит собственно фильтр качества. Ну и не выбрасывают же его, как говорится. Собственно это не все серые методы, которые на самом деле существуют. Есть еще одиннадцатый серый метод, его бы я бы назвал честно говоря черным, но он в гугле практически не работает. Это накрутка поведенческого фактора. Накрутка ПФ, тема достаточно острая и я ее рассматривал в прошлом видео и видео записано было достаточно давно, но я был безумно удивлен узнав, что она до сих пор актуальна. Я конечно же решил проверить этот запрос, вбил накрутка поведенческого фактора и увидел, что есть контекстная реклама, которая по этому запросу прекрасно в себе висит и люди покупают эту услугу. Да, моя собственно статья по накрутке поведенческого фактора, ее можно найти прямо сейчас в гугле, вот она в топе, вы можете почитать, где я рассказывал это более детально и здесь все рассказано по пунктам, как работает эта система, как она не работает, накрутка поведенческого фактора, как защититься от накрутки, если вас крутят, например, или если вы крутили, но вас наказали, очень трудно доказать, что это вы. Как выйти из-под фильтра накрутки, что нужно писать, сколько ждать, то есть на самом деле вот можно посмотреть ролики Екатерины Гладких, которая на эту тему рассказывала, но учтите, я статью написал на минуточку, фактически год назад, даже больше чем полтора года назад по этой статье, вот и я тогда уже говорил выводы, которые не работают, что я не рекомендую накручивать ПФ, заключать договор, что четко прописано, что эти ПФ не надо делать, уточняйте стратегию продвижения своего SEOшника, объясню почему. В гугле вам ничего не будет, но в Яндексе вас ждет, как говорится, серьезнейшее разочарование, если вас, как говорится, споймают за руку, но собственно я решил посмотреть, кто это продает и накрутку поведенческого фактора я заметил, что продают сайты, и вот собственно заметил сайт такой просто спец.рф, да, который активненько вот например предлагает эту услугу. Суть в чем, есть некие юзеры, реальные люди, которые заходят со смартфонов чаще всего, идут за ваш сайт с поисковой системы по поисковому запросу и реально ходят по вашему сайту, выполняют определенные действия. На самом деле это вот есть классическая накрутка. Более того, мы рассматривали с Михаилом Шайкиным тесты с сайтов юзабилити и существуют сайты, где вы заказываете юзабилити, на него ходят другие люди и дают вам свой фидбэк. Фактически можно заказать таким же образом банально накрутку, где они реально приходят, пытаются что-то купить, а потом пишут отчет и благодаря таким сервисом сочетания этих утилит наращивается поведенческий фактор, потому что ну они же заходят не по директ-линку, а не вы можете попросить, чтобы они попробовали вас найти в поиске, как вы видны в поиске и таким образом накручивается ПФ. Очень забавно, но накрутить поведенческий фактор в Яндексе оказывается очень легко. Причина скорее всего кроется в том, что у Яндекса нет глобальной такой базы данных, которая есть у Гугла. У Гугла же есть смартфоны на андроид, браузер хром, который практически есть у каждого, просто на компьютерах у всех стоит браузер хром. Яндекс же максимум получать данные может из Яндекс метрики, Яндекс вебмастера и Яндекс браузера, который стоит возможно у каждого в России, но я не уверен, что он у каждого стоит. Ну и на смартфонах с Яндексом тоже проблема, потому что Яндекс браузер, я могу разве что предположить, что есть только на андроиде, на айфоне его попросту нет там сафари, а сафари по умолчанию имеет поисковую систему Google. Вот, я понимаю, что Apple не сильно делится данными с Гуглом, но все же мы имеем ситуацию, что у Яндекса попросту этих данных меньше, а у Гугла их гораздо больше. И Google может легко сопоставить, где идет накрутка, то есть рандомный человек зашел, что-то сделал, вышел и больше никогда на сайт не заходил. Или Яндекс, который не может сопоставить постоянный, это не постоянный, это один и тот же человек или это разные люди, он не может эти иногда данные попросту сопоставить. Поэтому да, нехватка данных и приводит к тому, что у Яндекса меньше база данных и он не может настолько активно бороться с поведенческим фактором. Поэтому накрутка в ПФ в Яндексе до сих пор существует, до сих пор актуальна, до сих пор на нее есть спрос. Когда я писал эту статью, они обещали придумать алгоритм, который будет отлавливать машинную накрутку, она уже существует, отлов машинной накрутки, но отлов ручной накрутки пока что еще в процессе и пока я не вижу никакого просвета в этой проблеме. 12 метод собственно говорится серого метода продвижения на самом деле это переиндексация страниц. Когда вы их меняете и переиндексируете, публикуете их в соцсетях на своей бизнес-странице и таким образом постоянно привлекаете внимание поискового робота, чтобы он заходил на ваш сайт и обновлял ваши позиции. Потому что обновление контента положительно скажет за поисковой системой. Но вы же можете обновлять на нем на самом деле не так-то много, можете переставлять абзацы, можете просто вставлять абзацы, которые были заранее запланированы, допустим разбить текст на блоке и просто заливать его по частям и постоянно обновлять. И вроде бы еще новый текст, опять новый текст, опять новый текст и таким образом заливка контента в 5-6 этапов может сработать положительно. Главное вовремя все это дело переиндексировать. Как проверять переиндексацию? Конечно же в Google Webmaster. В Google Webmaster можно отправлять страницы на индексацию вручную, чтобы поисковый робот повторно ее прошел. И таким образом можно постоянно обновлять странички ручками, особенно если вам нужно продвигать постоянно одну и ту же страницу, обновляя на ней контент. Серый метод? Формально да, потому что мы пытаемся манипулировать поисковой выдачей. Черный метод? Нет, потому что никто же нам не запрещает переиндексировать страницу много раз. Белый метод его тоже не назовешь. Так что видите, в нашем мире, как говорил Ray Bradbury, нет. У людей деления на черное, белое, все, как говорится, многогранно. Каждая натура человека многогранна. И методы SEO оказываются тоже очень многогранными. И нельзя четко сказать, черный он или белый. Поэтому я заметил, что не всегда белыми методами удается полноценно продвигать сайт. Иногда приходится искать серые уловки для того, чтобы это произошло. Но, конечно же, нужно всегда следить, чтобы, говорится, не уйти в темную сторону, потому что на темной стороне добра нет. Сайты обычно, которые попадают на темную сторону, очень тяжело восстанавливаются. И здесь я хочу посоветовать вам, оставайтесь на белой стороне. Но, если вы понимаете, что вы будете всегда действовать абсолютно белыми методами, либо это уйдет у вас очень много времени, либо это будет слишком дорого. Кое-какие серые методы до сих пор работают и помогают как вашим сайтам расти быстрее, а нам, SEOшникам, оставаться SEOшникам. Потому что мы всегда знаем чуть-чуть больше, чем даже другие. Всем привет! Сегодня поговорим о серых методах продвижения. Суровая реальность такова, что при правильном подходе работает любой метод SEO-продвижения, будь то белый, серый или даже черный. Но, если вы, например, посмотрите в топах серых тематик, например, казино, эссей и так далее, особенно в западном сегменте, то увидите, что все сайты в топе продвигаются серыми методами. Естественно, тематика серая, серые сайты и серые методы. Но надо из этого делать выводы следующие, что для каждого сайта, для каждой тематики подходят свои методы. Если у вас белая тематика и белый сайт, то это значит, что серые методы в большинстве случаев вам не стоит использовать, чтобы не попасть под фильтр и так далее. А если же у вас тематика серая, то можно и нужно использовать серые методы, потому что все ваши конкуренты ими продвигаются. То есть не стоит думать, что для белого сайта серый метод вот как раз подойдет. Бывает иногда, что подходит, но в целом, если тематика белая, то нужно белые методы использовать. И давайте остановимся на серых методах. В первую очередь, это биржи ссылок. Самый простой способ, это пойти на биржу и купить ссылки. Особенно этот метод распространен на рынке СНГ. Американцы, например, англичане, они по менталитету немного по-другому думают. И плюс Google у них очень жестко борется со ссылками с биржевыми. И как только какая-то биржа попадает под радары Google, то Google с ней начинает бороться. Поэтому в западном сегменте нет нормальных бирж ссылок. А если есть, то цены там заоблачные, даже на какие-то мусорные ссылки с каких-то некачественных блогов. То есть там может 100, 200, 300 долларов за ссылку, у которой цена, например, 5 или 10 долларов быть. Поэтому там биржи ссылок не стоит использовать. Но там есть большое количество команд фрилансеров и просто отдельных специалистов, которые предлагают биржи ссылок. На просторах СНГ тоже есть популярные биржи ссылок. Они у нас работают даже лучше, так как у нас, например, поисковики, особенно Google на русскоязычном сегменте, он довольно лояльно относится к ссылкам. И если выбирать из них качественные, то эффект будет нормальный. Но опять же не стоит злоупотреблять. И чтобы вам какой-то метод преобладал над другим. Нужно разнообразие. Следующий серый метод это покупка гостевых постов. Могу сказать, что часть гостевых постов могут размещать бесплатно, особенно если сайт делает своей стратегией прием гостевых статей от читателей. И это часть их контент-стратегии. Но покупка гостевых постов это тоже довольно быстрый способ получить ссылки. Вы просто высылаете статью, договариваетесь предварительно, оплачиваете и получаете ссылку. Тоже, как вариант, это во многих тематиках работает. Можете изучить своих конкурентов. Если у них есть гостевые статьи, то вам обязательно нужно использовать эту стратегию. Следующая методика это дропы. То есть покупка просроченных обычно сайтов или сайтов с аукционов, которые перестали продлевать, например, или просто продают на аукционе. Это тоже быстрый способ получить свои сателлиты, свои сайты и ресурсы для ссылок. То есть вы не зависите ни от бирж, ссылок, ни от каких-то фрилансеров. У вас получается несколько, например, своих сайтов, с которых вы можете получать ссылки. Но, опять же, тут, во-первых, это довольно недешевое удовольствие, особенно дропы с аукционов. Но, тем не менее, это быстрый способ получить хорошие качественные ссылки. То есть при правильном подходе дропы отлично работают. Следующий метод это редиректы. То есть обычно весь, например, дроп человек покупает и весь ссылочный вес направляет редиректор, например, на нужную страницу своего сайта. Или можно делать постраничные редиректы для большего эффекта. Я заметил, что в последнее время редиректы на внутренние страницы сайтов работают лучше, особенно постраничные. Можно редиректы использовать в несколько уровней. На вчерашнем вебинаре с Николаем Шмичковым мы как раз об этом говорили и вот уровни редиректов тоже можно использовать. Когда идет сначала ссылка, она ведет на 301-й редирект, который ведет на другой 301-й редирект и потом только идет на продвигаемую страницу. Следующая методика это удлинение старого контента. То есть берется, например, старый контент, какая-то ваша статья, которая там лет 5-10 была написана и вы ее увеличиваете в несколько раз. На мой взгляд это наиболее такое белое направление из серых методик просто обновление контента. Например, Брайан Дин активно этим занимается. То есть это тоже можно использовать, ну то есть актуализация и обновление старого контента. Расширение ключевыми словами. Это тоже довольно такая серая методика, когда берется, например, текст и дополнительно в него включаются ключевые слова. Здесь важно сделать это органично, чтобы не было переоптимизации, переспама и если делать аккуратно, добавлять абзацы текста и немного оптимизировать этот текст, то хорошая методика. Следующее направление это обновление и принудительная индексация в Facebook. Соцсети в прошлом особенно активно использовались, например, Twitter. Делали даже отдельные Twitter фирмы специальные, когда там сотни и тысячи аккаунтов велись для того, чтобы приводить поисковых роботов на страниц и быстрее их индексировать. Сейчас на многих социальных сетях, особенно в популярных группах или популярных аккаунтах, поисковые роботы постоянно там индексируют материалы, поэтому это как хороший вариант ускорения индексации и для того, чтобы привести поискового робота на нужной странице своего сайта. Поиск удаленных статей из других источников. Здесь тоже можно смотреть, это целое направление по получению бесплатного контента, то есть ищутся в веб-архиве старые сайты, которые уже недоступны, на них парсится контент и этот контент затем размещается на своих сайтах. Получается при правильном подходе это очень выгодное направление, потому что вы экономите значительные денежные средства. Сравните, например, заказывать одну хорошую статью копирайтеру за 80 или 100 долларов на 3000 слов или эту статью при желании можно найти довольно быстро, если у вас рука набита, есть опыт, можно найти в веб-архиве. Раскрутка за счет ботов в социалках. Здесь можно еще добавить ботов в телеграме, то есть так или иначе эти боты способствуют тому, чтобы привести человека на нужный сайт. И это тоже как вариант чат-боты вот эти в мессенджерах, например, в фейсбук мессенджере. Это интересное направление. Если интересно, можете в ютюбе, например, понабирать там боты в социальных сетях или social network bots, то найдете материалы по этой теме. И добавление в каталоге. Это старый способ. Раньше и сейчас тоже есть услуги по прогонам, по добавлению в тысячи каталогов. Я сам предоставлял услуги с 2006 года по добавлению сайтов в каталоги в русскоязычные. Но затем где-то с 2012 года я перестал предоставлять эту услугу, так как она перестала давать эффект. Вручную можно зарегистрировать ваш сайт, например, в пяти, десяти или пятнадцати каталогах, например, за полгода-год. То есть не надо сразу стараться добавиться во все каталоги. Посмотрите, в какие каталоги добавились ваши конкуренты. Особенно это региональное продвижение или какое-то тематическое. Например, каталоги сайтов по йоге или спортивные сайты или сайты компаний. Справочники организации тоже как вариант можно использовать. И можно вручную подготовить несколько, например, вариантов названия и описания вашего сайта. Если вручную добавлять ваши сайты в каталоги, то это как дополнительный, второстепенный такой способ. Какого-то эффекта от него ждать не стоит. Но, например, для молодого сайта в топе, если набрать по вашему бренду, например, запрос в поисковиках, то можно, например, после вашего сайта, там, второе, третье, пятое, шестое места получить описание вашего сайта в каталогах. То есть это как вариант забить весь топ нужными вам страницами. Например, если в будущем конкуренты захотят вам испортить репутацию и будут писать какие-то негативные отзывы, то у вас уже будут старые сайты в каталогах странички вашего сайта, будут забивать топ и будет сложнее конкурентам, например, или просто недоброжелателям как-то навредить вашему сайту, так как эти отзывы будут сложнее негативные пробиваться в топ по вашим брендовым запросам. Важно с самого начала застолбить, так сказать, весь топ нужными страничками, например, каталоги, справочники организации. Сюда же можно отнести пресс-релизы и так далее. То есть, на мой взгляд, какой можно сделать вывод, серые методы тоже при правильном подходе работают, но нужно очень тщательно смотреть, подходят ли для вашего сайта они или нет. Если у вас конкуренты используют только белые методы и попадают в топ, то я считаю, что нужно остановиться на белых методах. А серые методы, с ними можно проводить эксперименты на второстепенных сайтах или сателлитах, и чтобы увидеть, как они работают и получить опыт. Потому что без опыта, если начнете работать с серыми методами, то ничего хорошего из этого не получится. Спасибо, с вами был Михаил Шакин. Ну и, конечно же, последний, тринадцатый метод, который существует в сером продвижении, это покупка ссылок. Да, все до сих пор еще покупают ссылки. И я более чем уверен, что пока существует этот алгоритм, ссылки будут покупаться, продаваться, потому что, как говорил Джордан Белфорд, да, если что-то можно продать, оно будет продано, соответственно, и все, что можно купить, может быть куплено. И, соответственно, всегда люди будут покупать, всегда люди будут торговать, всегда люди будут выбирать, что можно купить. И ссылки не исключение. Не сможет Google никак перекрыть и Яндекс продажу ссылок. Это просто, на самом деле, с одной стороны, кажется, что он может спарсить все биржи, все сайты, все что угодно, но люди находят трюки. Люди создают сайты, которых, допустим, не вешает Google Аналитику по каким-то либо причинам. Или люди, например, просто продают сайты не напрямую, а договариваясь через Gmail, и не всегда через это может быть Gmail, чтобы даже можно было чисто параноидально отследить. Как мы бы не думали, что Google может за всем отследить, Яндекс вообще в этом плане, ему в этом плане еще тяжелее. Google не сосилен и отследить вряд ли он все сможет. И люди до сих пор продают и покупают ссылки. Существуют целые биржи, где люди выставляют свои сайты для продажи ссылок. Существуют целые бизнесы по продаже сайтов для размещения на их ссылок. Как я и говорил в предыдущих методах, можно поднимать сайты, вот поднимая мертвые сайты, дропы, восстанавливая их и продавая на них ссылки. Поэтому сервисы по продаже ссылок, создание ссылок за деньги будут существовать очень долго. Зайдите в любое крупное СМИ, зайдите в раздел пресс-релизы и вы даже увидите, сколько стоит размещение ссылки в конкретном СМИ. Это написано официально, и Google их не банит, ничего с ними не делает, ничего, и никак их не наказывать за продажу ссылок. У них пресс-релизы отмечены, продают ссылки и они себе сидят. На самом деле Google может максимум вас забанить за массовое использование покупных ссылок, за массовую продажу ссылок. Но самое забавное, что крупные СМИ, которые постоянно продают рекламные обзоры, да, они своеобразно регулируют этот рынок, благодаря тому, что цены обычно, чем выше площадка, гораздо дороже. И таким образом массовое размещение на СМИ не происходит. И поэтому люди будут покупать ссылки практически всегда, пока существует этот метод ранжирования. Если же в будущем Google придумает новый алгоритм ранжирования, который не будет учитывать ссылочный фактор, я думаю, что все к этому идет. Но пока, как говорится, когда поисковая система создавалась, ссылки были выбраны как вариант ранжирования, потому что просто по ключевым словам определить ценность контента было невозможно. Ну, не существовало машинного алгоритма, который определит, этот текст лучше, потому что он лучше, чем этот. Не существовало алгоритма. Единственный алгоритм, который предложили тогда создатели Google, они предложили, собственно, использовать ссылочное ранжирование. Ну, так если три ссылки на него сделали, он, наверное, лучше, чем тот, на которого сделано ноль ссылок. И, собственно, вот так оно и тянется, и живет. И поэтому SEO-шники всегда используют серый метод. И, кстати, очень важно знать, почему существуют все эти алгоритмы, почему Google борется с... Почему некоторые методы, которые мы озвучили сегодня в этом ролике с Михаилом, кстати, становятся из серых черными. На самом деле, во всем виноваты мы, SEO-шники. Да, именно виноваты SEO-шники в том, что ссылочные методы становятся черными. Разные виды ссылочных методов становятся какие-то черные. Какие-то до сих пор остаются серыми. Какие-то считаются белыми, но все равно они серые. Все равно манипуляции с ссылками формально считаются серыми методами. Почему виноваты SEO-шники? Да потому что мы такие умные все там рассказываем, вы все повторяете, повторяете, масштабируете. Масштабируется это на всю поисковую выдачу. Это меняет правила игры, Google это не устраивает, и он обрезает каналчики. Обрезает таким образом. Вот буквально в начале зимы были расширены сниппеты популярные. Вопрос-ответ. Все массово начали лупить факт-пейдж. Все начали массово баловаться этим, и в итоге Google взял и порезал. Оставил только факт-пейдж для избранных, которые хотя бы эти факт-пейджи люди разворачивают. Я уверен, что люди догадаются, начнут их вешать, разворачивать, чтобы увеличить, и таким образом все снова обвернется на круги своя. Мы, SEO-шники, на самом деле, открывая вам секреты, например, на нашем YouTube-канале, иногда открываем ящик Пандоры и постоянно меняем правила игры. Потому что все методы, которые сегодня серые, могут в любой момент стать завтра черными. Вы должны об этом понимать. И они могут стать черными в первую очередь из-за массового использования, из-за массового эксплойта, так говорится, когда вы обузите поисковую систему, пытаясь ее обойти, обмануть. И вы думаете, а если я сделаю так, то получается сработает на всех сайтах. И так думает каждый. Поэтому серые методы часто становятся черными по причине того, что их часто все повторяют. А почему многие серые методы остаются до сих пор вечными и уникальными, никуда не деваются? Потому что их постоянно применяют по-разному. Поэтому, как говорил Анатолий в своей статье, ссылочку я оставлю в описании, важно всегда быть уникальным и делать стратегию, которая не повторяет. То есть не нужно повторять ошибки других, не повторять чужие стратегии один в один. Если вы будете делать что-то свое, продвигаться своим методом, выбирать свои направления, то даже если вы что-то сделаете серое, поисковая система не распознает это. Потому что вы будете один из немногих, кто этот трюк провернул. Если вы хотите знать чуть больше, не забывайте подписываться на наш канал. Задавайте, конечно же, мне вопросы в комментариях. Я всегда на них отвечаю. Благо для этого есть телефон, с которым можно легко отвечать на все ваши вопросы. Ну и не забывайте приходить на наши вебинары. Что-то маловато у вас каждый четверг. Я ожидаю хотя бы минимум 100 зрителей в день, а вижу стабильно чуть-чуть меньше. Так что давайте поднажмите, приходите на прямые эфиры, задавайте вопросы прямо в прямом эфире нашим гостям. Ну и слушайте меня в подкастах. В подкастах есть то, что не выходит на видео. И не выходит в статьях. И до новых встреч.